Жизни, понимаю и все более и более убеждаюсь в этом, глядя не только на свою жизнь, но и на жизнь моих друзей, моих близких, на вашу жизнь, что в основном жизнь мужчины в семье определяет женщинам. Это нисколько не унижает нас, нисколько не говорит о нашей второстепенности. Нет, нет. Я думаю, что это так и должно быть. Ведь, что ни говори, женщина определила будущее Адама и Евы. Что-то она не очень путь выбрала. Как уж там пошло дальше, но ведь она сыграла очень значительную роль. Но вот то, что происходит и произошло в моей жизни, и опять же о роли женщины, все равно надо нам оставаться нами, оставаться мужчинами. Мы можем подыгрывать любимой женщине, мы можем соглашаться. Это, наверное, правильно, потому что семья без компромиссов, она не сможет просто существовать. Это вполне естественно. Если ты хочешь ее сохранить, ты должен идти на эти соглашательские отношения. Ну, это, наверное, законы семейной жизни. Опять же повторяю, что это нисколько не умаляет наше значение и нашу значимость. А я еще раз в этом убедился и благодарен судьбе, что вот тем июльским днем, после дождика, на хорошую погоду, на солнышко, на все радостное и светлое, что было в этот день, Бог послал мне встречу с моей Людмилой. Конечно, я тогда в однозначной такой мысли, что вот с ней будет будущее, такого не было. Но то, что отметка была сделана и что-то екнуло внутри, вот это было. Ну, а дальше, дальше Бог, Он знал, что делать. Много было случайностей закономерных, которые меня все ближе и ближе и ближе сводили с моей Людмилой. И вот все это случилось, это получилось и нелегко было создавать семью. Не столько, как вот, как чиновники, я бы сказал, организационную и финансовую, нет, это самое легкое. Вы об этом вообще не думали. Организационная и финансовая. Это самое простое. На это вообще не обращали внимания, что было на столе. Ой, ну на столе всегда было очень много, конечно. Мы были одеты, но одеты во что-то были. Это все было как бы, это все это вот было, вот. Вот как прожить эту жизнь вместе, чтобы интересы были общие, как детей родить и дальше воспитать. Хотя, опять же, наверное, это опять же не самое сложное. Все равно, в семье самое сложное и самое радостное, и самое приятное, это отношения мужчины и женщины. Общение. Вот это самые сложные. И дай бог, и нам дали находить этот общий язык, находить компромиссы, вот. И считать, что пусть они думают, Денис, пусть они думают, что они главные. Нам-то что от этого хуже, что ли? Даже лучше. Да. Это наш прием такой. Это такая и стратегия, и тактика. Но они тоже нам иногда позволяют чувствовать себя главными. Конечно. Когда нужно. Но мы-то знаем, кто главный, мы-то это знаем. Вот главный, мы скачем в конце. Ну нет. Ничего. Я оставлю. Я оставлю. Ну что, давайте, главный тост за главную женщину. Это было. Механика Гаврилова. Вот и я на этом. Министра культуры Негрюкова. Заканчиваю. И еще раз говорю, за главную женщину на моей жизни. Ура. С днем рождения. Ура, ура, ура. С днем рождения. С днем рождения. Я самой красивой стану я, стану самую луною и большой. Сколько я все думаю, ну как бы поймать судьбу мою. С днем рождения. С днем рождения. Я тогда им эту песню пропою. Я тогда им эту песню пропою. Что ты мое дыхание, утро мое ты раннее. Ты и солнце скучее, и дожди. Всю себя измучаю, но стану я самую лучшую. По такому случаю ты подожди. По такому случаю ты подожди. Друзья уходят в прошлое, как замять, и мы смеемся с новыми друзьями. О старых вспоминаем по ночам. О старых вспоминаем по ночам. Вам на рассне зовем их, как в бреду. Асфальт и топчем юный и упруги. И на прощанье стискиваем руки. И руки обещают нам в бреду. А руки обещают нам в бреду. Они бросают, тают синеву. А мы во сне так верим, им так верим. А на его распахнут уни двери. И боль утраты тоже на его. Но не прервать связующую нить. Она дрожит во мне и не сдается. Друзья уходят, что же остается? Друзья уходят, кем их заменить? Друзья уходят, кем их заменить? Друзья уходят, как-то изначай. Друзья уходят в прошлое, как замять. И мы смеемся с новыми друзьями. О старых вспоминаем по ночам. О старых вспоминаем по ночам. Как мы тут хокотали, когда они к нам первый раз приезжали. Таланкины. Им в сентябре, уже где-то был конец сентября. И надо было уезжать. А помните, был шторм? И такая гроза сильная, когда в Учкоевке все вымыло. Весь пляж с улыбкой. И вот как раз в этот шторм, а на другой день им уезжать в утро. Правда, в 5 утра должен такси прийти. И вот здесь у нас стол стоял, мы сидели. Значит, у нас прощальный был ужин. Все, значит. Ну, а Леня же тактичный. А поскольку на балкон нельзя выйти, потому что дождь идет сильный. Я пойду, говорит, там. Ну, у подъезда покурю. Он ушел у подъезда. Значит, через полмнуты возвращается весь мокрый насквозь. Кто это? Ленька. Мы говорим, ты че? Он говорит, слушай, я только дверь открыл. Мы так хокотали. Мы так все хокотали. Пошел парень покурить. Вот весь насквозь с него течет. Он говорит, ты че? Я только подъезд открыл. Дверь открыл только. Сразу такой стучит. По-моему, так и не покурил. А может быть, на кухню мы его отправили. Что тут? Страдает. Он же закурить. Он же даже, когда начали в поездах запрещать курение, даже там были. Он ведь вот из-за этого даже лист. Я не могу ехать. Как я поеду, курить нельзя. Так он выходил, а он же такой. Другой же будет там курить, наплевать им. А я же, тенька же. Он такой тактично, деликатный. Так он выходил, значит, и между вот этими вагонами, вот там, где эти буксы сцеплены. Полыстанковый выходил. И вот на этих буксах стоял там. Не курил. Как я не могу говорить. Но курить хочется. Но курить хочется. Вот он выходил. Другой почему вышел? Там был. Ну кто его? Прям тут все время ходит, что ли? Ленечка же. А ты что, Леня? Он же нет. Ты что? Да, он не поспелил.